Внутри котла разметочной машины, скрываясь в паре из-за высокой температуры, специальный миксер перемешивает термопластик, чтобы он не застыл. Тут поддерживаются рабочие 200-210 градусов. В соседнем котле стеклянные шарики, их наносят сразу поверх термопластика для светоотражения разметки. Перед нанесением дорогу просушивают, очищают и делают предварительный набросок. Если с прямыми линиями все просто, то для нанесения изогнутых требуется геометрическая точность мастера, чтобы был задан правильный радиус и полоса для движения была одной ширины. Несколько точек берется и по ним уже чертится предварительный размер, по которому уже пойдет машина. Ширину линии измеряется рулеткой, потому что достаточно 5-метровой рулетки. Термопластик в разы прочнее обычной краски. Он выдерживает и погодные испытания, и частый контакт с автомобильными шинами. Гарантия – один год. На улице Мичурина разметку нанесли почти полностью. Не только краевые и осевые линии, которые разделяют полосы для движения, но и те, что показывают направление машин на перекрестках. Самарские водители отмечают, такая разметка особенно удобна. Конечно, уже сразу видно, где, в какой полосе, где встречка, не встречка, чтобы соблюдали дистанцию, порядок, и чтобы не подрезали ничто, и как раз направление по дороге. В ближайшее время еще предстоит разметить отремонтированные парковки, а также нанести разметку осторожно дети возле центра фехтования. Она появится после того, как на участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. В этом году улицу Мичурина комплексно ремонтируют по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Ее приводят в порядок на участке почти 2,5 километра от Масленникова до Чкалова. Здесь заменили дорожное покрытие и бордюры, уложили плитку на тротуарах, отремонтировали инженерные коммуникации и парковочные карманы, сделали карманы для общественного транспорта, на переходах установили пандусы и тактильную плитку, а вдоль дороги новое ограждение. Также устроили островки безопасности для пешеходов в середине дороги, продолжают приводить в порядок газоны. Установка новых светофоров выполнена наполовину, дорожных знаков на 60%. На каждом этапе все работы контролируют специалисты МБУ Дорожное хозяйство. Если испытания подтверждаются, соответствуют всем ГОСТам и строительным нормам, то такие работы принимаются. Если что-то не проходит, подрядчик переделывает данный вид работ, добиваясь качества, но уже за счет собственных средств. Работы на участке почти завершены. По контракту срок сдачи объекта конец октября. Но, учитывая значимость и загруженность улицы, подрядчики выполнили работу быстрее, при этом не теряя в качестве. Закончить комплексный ремонт подрядчик намерен до конца лета. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.